Виктор Васильевич, здравствуйте еще раз. Пришли только с одним вопросом. После нашей беседы, когда мы были у вас на личном приеме, вы признали, что были определенные упущения и пообещали, что приняты меры для того, чтобы прошла проверка надлежащим образом. Мы буквально позавчера были у Николая Васильевича. Николая Валерьевича. Ой, Валерьевича, да, Николая Валерьевича. Он, к сожалению, скажем, как-то уклончиво уходил от поставленных вопросов. Ну, я вам сейчас все отвечу. Мы, соответственно, это все записали. Сейчас еще это не обнародовано. Хотелось бы все-таки понять, кто нас вводит в заблуждение. Кто ли он неправильно понял всю ситуацию. Так, ну давайте начнем сначала. Я вас понял. Начало у меня были на приеме 31 января, да, по-моему, от ваших заявлений? 31 января, по которому вы указали, мы так решили, да, что вы в данном заявлении ходатайствовали об отмене возбуждения уголовного дела, правильно? Нет. Об отмене постановления о возбуждении уголовного дела для проведения дополнительной проверки. Вы должны были ходатайствовать? Нет, вот здесь в заявлении есть ваше ходатайство. Это ваше ходатайство, я понимаю. Сейчас мы все объясним. То есть ваше заявление. На ваше заявление мы отреагировали, направили в прокуратуру. Постановление и прокуратура ответила, что ходатайство такого-то, такого-то сотрудника об отмене постановления об отсказе возбуждения уголовного дела номер от такого-то числа, номер от такой-то, по обращению АА рассмотрено. Основание для удовлетворения ходатайства не установлено. С приветом. То есть, правильно я понимаю, все-таки Николая Валерьевича мы поняли правильно. Ну да, потому что вот я могу показать вот ответы, да. Поэтому мы не можем проводить проверку без отмены принятого решения. Николай Васильевич, это мы все прекрасно знаем, что если вы будете проводить проверку не в рамках какого-то там процессуального мероприятия, то это будет, ну, в целом говоря, тратка времени не в рабочее, не в служебное время. Да не то, что не в служебное время, это вообще незаконно будет. Ну, я к этому и говорю, да. Поэтому я специально задал вам вопросы определенные, которые имеют определенные юридические последствия. Я задал конкретный вопрос. Это на видео было вами сказано. Есть ли у вас соответствующие полномочия? Вы однозначно сказали, что полномочия у меня есть. О ходатайство. Мы ходатайство. Я обязательно вот эти моменты вставлю в ролик. Обязательно посмотрите, как доступно вы сказали. Наши сотрудники, они не все сделали. Вот. И где-то что-то даже, видимо, поигнорировали. У вас есть полномочия, чтобы дать указание, отменить вот это постановление, чтобы нам не обращаться через полномочию. Ну, давайте так, вы цепляетесь, я могу просто потом все равно повторять эти же слова, которые вы будете вставлять и так далее. Законные полномочия о том, что мы, я сам не могу отменить постановление, только походатайствовать. Может быть, я неправильно выразился. Допускаю. Но все люди, все ошибаются. Мы можем просто неправильно выразиться. Может быть, вы меня неправильно поняли. Понимаете? Мы можем, вы же не зря написали, да, чтобы мы заявляли прям дословно, да? Прошу вас. Мы это написали после того, как вы сказали, вот эту фразу еще добавьте, мы ее добавили. Но изначально была ваша инициатива, вы согласились с тем, что очень много упущений, мы там говорили про доставку холодильника. Я же вам еще, я выжил вам. Я же вам, я же вам. Ну, давайте я просто закончу. Ну, хорошо. То есть, мы говорили определенные моменты, вы с ними согласились. Там не одно замечание, там замечаний много. Вы это открыто сказали, да, вам пришлось, скажем так, немножко покраснить, отвечать за ваш подчиненный персонал. Вы сказали, да, признали это все. Мы только можем ходатайствовать. Мы походатайствовали, я сделал, в принципе, все, что мог. Но прокуратура посчитала, не нужно удовлетворить наше ходатайство. Смотрите. Если вы не считаете, что кто-то там неправ, вы можете идти в вышестоящие органы, либо в суд, понимаете, да? Мы не пришли в вышестоящие органы, мы пришли именно к вам, понимаете? Мы человек, который, вы должны строить лицо, которое контролирует Чухарева Николая Валерьевич. Я вам даже посоветую, читать заявление, я дал конкретное поручение, вынести хатайство. Мы вынесли хатайство по моему поручению. И нам ответили таким образом. Поэтому ваше заявление рассмотрено, и по вашему заявлению было принято решение закона. Именно то, что мы могли сделать. Мы прохатайствовали, чтобы прокуратура отменила. Но данное хатайство, они посчитали, что нет оснований для отмены. Виктор Васильевич, вы же прекрасно понимаете, что прокуратура выносит постановление свое, там, решение в рамках тех материалов, которые вы дали. Прокуратура не может, предположим, вынести иного решения, потому что материалов недостаточно. Вы не можете решать за прокуратуру, правильно? Вы же не полноченый. Я раз говорю о том, что прокуратура не занимается процессуальной проверкой, не занимается возбуждением данного нового дела. Вы не натирающий орган, раз. Вы не руководитель, два. Я улавлю мысль, я еще раз говорю. Просто с вами, если мы будем разговаривать, ничего не получится. Вы послушайте мою мысль, которую я хочу до вас донести. Я понимаю, что областная прокуратура берет на себя лишний раз инициативу, в том плане, что пытается нас ознакомить с материалами недоследственной проверки. То есть нас приглашают в прокуратуру областную, чтобы... То есть, по сути дела, они берут вашу работу на себя. Так вот, прокуратура, как надзирающий орган, она просто проверяет, правильно вы приняли решение, да или нет. Послушайте, я еще не закончил мысль. Ну я же мысль не закончил. Я же не закончил. То есть, это как надзирающий орган. Они руководствуются ровно тем, что вы им дали. Вот в рамках тех материалов, которые дали доследственные проверки, они сказали, ну вот, предположим, да, вроде как законно и обоснованно. Но мы-то к вам пришли с какой целью? В порядке обжалования, скажем так, ваших вот этих подчиненных, кто там проводил вот эту доследственную проверку, там, участковый, там, утвердил это Чухарев, как начальник отдела полиции номер 3. Мы к вам пришли именно обжаловать эти действия. То есть, вот как бы мы пришли, допустим, у МВД по Мурманской области. То есть, после вас мы пойдем уже туда, понимаете? То есть, это административный ресурс. То есть, не обязательно мы должны это решать в порядке обращения статьи 125, то есть, в судебном порядке. Мы можем руководствоваться статьей 124. И в этом порядке. Мы можем и в прокуратуре. Мы можем и в прокуратуре. А можем и в большинство стоящему подчиненному. Ну я же, давайте я закончу мысль. Я к чему это веду? К тому, что вы публично, на видеозапись признали, что есть определенные замечания. Это по моему мнению и то, что вы сказали, что необходимо. Мы же с вами определяем, что необходимо. Но вы же руководитель. Я понимаю. Вы руководитель. Еще раз повторяю. Да почему мы все время в прокуратуре разговариваем? Потому что вы постоянно говорите и не даете сказать мне. Вы говорите, говорите, говорите. Понимаете, в чем разница между балаганом и нормальной беседой, в том, что когда один оппонент говорит, другой молчит. Когда вы будете говорить, я буду молчать. Меня суфлировать не надо. То, что я мысль доводжу, меня можно, конечно, перебивать. Хорошо, я слушаю. Я могу, конечно, сбиться, но если я собьюсь, я вернусь к обратному. И в итоге мы будем еще дольше разговаривать. Я вас слушаю. Мы никуда не спешим. Мы сюда пришли для того, чтобы донести до вас мысль. И все-таки понять, почему вы сначала говорите одно, а потом, с моей точки зрения, в воздухе перебивайтесь. Пожалуйста, просьба к вам тогда, на видеокамеру. Во-первых, не надо на меня повышать голос, это раз. Это моя манера общения. Ну, это ваша манера. Давайте тогда я тоже буду делать вот так вот. Раз и ручечкой на вас указывать пальчиком. Понимаете? Значит, первый раз. Не надо меня перебивать. Вы можете. Я много чего могу. Поэтому не надо меня перебивать. Прокуратура – это надзирающий орган. Они проверяют вашу законность, ну, не конкретно вашу, а сотрудников полиции, законность и обоснованность принятого решения в рамках тех материалов, которые имеются. Вот они на тот момент посчитали, что, ну, исходя из имеющихся материалов, решение законно и обоснованно. Я сейчас не говорю о том, законно обоснованно, это тоже под вопросом. Я говорю о том, что прокурор, когда выносит соответствующее решение, он чем-то руководствуется. Соответственно, вы когда к нему повторно обращаетесь с тем же самым вопросом, с теми же самыми материалами, условно говоря, вы ему говорите, ну, я образно говорю, что уважаемый, как вы сейчас выразились в мой адрес, вы немножечко некомпетентный, потому что я прошу вас пересмотреть ваше решение. И примите новое решение, такое, какое я хочу. Если бы вы хотя бы что-то дополнительное предоставили, что вот есть обращение, там, ходатайство, там, вот мы вот это, вот это, вот эта служебная записка, рапорт о том, что вот мы там то-то, то-то не проверили, хотя этот вопрос нужно было проверить. Ну, то есть, понятно, чтобы прокуратура вынесла вот это решение на основании чего-то, а не просто вот пересмотрите свое решение. Это все равно, что обратиться в суд и сказать, это судье, что вот вы свое решение заново вынесите. Потому что даже когда рассматривается жалоба в вышестоящий суд, все равно есть возможность дополнительные доказательства приобщать и тому подобное. То есть, есть возможность рассмотреть, там, допустим, в эволюционном порядке, новые доказательства, новые обстоятельства и тому подобное, если они не были исследованы в суде первой инстанции. Я к чему это говорю? К тому, что вы, на мой взгляд, отнеслись формально. То есть, с одной стороны, вы на видео признали наличие грубых, на мой взгляд, нарушений процессуальных, а именно, проведены определенные мероприятия, которые бы помогли бы установить наличие виновности нашего подопечного. Зачем вы фонарь включили? Он сам включился. Сам включил. Ну, давайте я подожду, вы просто сделаете, там, подготовьте, все подположим. Просто мне будут глаза слепить. С какой целью? Ну, сейчас извините. С какой целью вы фиксируете? Для себя. Я что, спас его за шею? Ну, для себя это потом... Вы не против? Ну, допустим, я сейчас могу сказать, что я против. Я считаю, что, допустим, сейчас не хочу, чтобы это было фиксировано. С чего вы не хотите? Ладно, снимайте, я не буду отвлекаться от разговора. Просто вы меня сбили таким образом. Подытоживая, значит, сказанное мною, я хочу, чтобы вы сейчас на видеозапись сказали. Все-таки вы, когда были правы, тогда, когда вы в прошлый раз говорили о том, что были замечания и готовы их устранить, либо сейчас, что вы замечания, не знаю, признаете, не признаете, но я так понял, что устранять их не будете. Просто подытожьте вообще наши встречи, предыдущие и сегодняшние, итоговый результат, понимаете? С чем нам уже, скажем так, выходить там, вышестоящему вашему руководителю, там, на личный прием, либо путем жалобы, либо ваше бездействие обжаловать, потому что те видеозаписи, которые велись, это будет также доказательством, потому что, на мой взгляд, в ваших действиях усматривается злоумеренное бездействие. Ну, есть такое понятие, как бездействие, да? Вы прекрасно знаете, что можно что-то делать неправильное, а можно просто бездействовать. Вот, на мой взгляд, с учетом того, что неоднократно мы у вас были, каждый раз мы у вас что-то писали, и этого ничего не было сделано. Не первый раз, когда мы были на приеме, не второй раз, когда мы были на приеме, но с вашей стороны звучали очень громкие фразы, в том числе о том, что вы возьмете под личный контроль, что вам то-то, 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 там, и про холодильник, что вам не надо привозить, мы там сами машину организуем, мы допросим наличие вообще вот этих, вот этой организации по месту нахождения, там, чем они занимаются, вот этих очевидцев, потерпевших. Женщина вам все-таки подала заявление через Ленинский район, все это у меня записано, просто, как бы, я это еще не обнародовал никаким образом, понимаете? Я просто жду конкретное решение. То, что, возможно, я могу предположить, что вы видели наш диалог, который был опубликован, возможно, вас это как-то задело, но я считаю, и я выложу там свой разговор с одним человеком, наоборот, я вас там хвалил, вы не обращайте внимания на те комментарии, которые люди пишут, потому что они пишут, потому что они сталкивались с этим каждый день, они не доверяют сотрудникам полиции, но несмотря на то, что вы признавали свои ошибки, у меня к вам гораздо больше уважения, я вам искренне это говорю, ну, было, по крайней мере, до сегодняшней секунды, чем Чухареву, Николаю Васильевичу, это Виктору Валерьевичу, да, гораздо больше, потому что, извиняюсь за выражение, Николай Валерьевич, как уж на сковородке, его очень трудно заставить даже извиниться за явные, скажем так, свои упущения. Вы нашли в себе смелость, вы это сделали, причем не за себя, а за своих подчиненных. Поэтому просто подытожьте, все, я молчу. Да. То, что я тогда говорил в предыдущий раз, я это признаю, это мы хотим сделать, по крайней мере, я этого хочу сделать. Все то, что я вам... Я же вам не просто так диктовал те заявления, какие мероприятия нужно провести, да, потому что, исходя из опыта, из других удаловленных дел, из других проверок и так далее, из тех требований прокуратуры, по моей инициативе мы это все указали, правильно? Второе предыдущее, второе видео, точнее, второй прием граждан, которые пришли ко мне, да, да, я признал и признаю, что там не все было сделано. Но для того, чтобы исполнить эти мероприятия, необходимо было просто-напросто прохотайство, чтобы прокуратура отменила. Я дал указания руководителям, они вынесли ходатайство. Буквально, когда я им установил сроки, они мне доложили о том, что прокуратура не отменила, точнее, не отменила наше постановление. Есть официальный ответ. Я до сих пор считаю, что да, можно было, нужно даже мероприятие провести. Будет отменен материал, будут проведены мероприятия. Мы просто так не можем провести, вот взять вот так, назначить экспертизу без проведения проверки, понимаете, в рамках проверки же это все проводится, это будет незаконно. А вы пришли, во-первых, начинаете на меня давить, начинаете повышать голос. Как вы на вас давили? Ну, о чем говорите? Голос повышать. Я тоже человек, понимаете, да? Извиняюсь за выражение, первый раз вижу, чтобы гражданин давил на сотрудника полиции. Ну, я имею в виду не давить, я могу что же, так скажем. Что делать с героем тогда? Да, все, у нас нет героя. Получается так. Совет. Мы как бы вообще не отчуждать хотели по-другому сделать. Я вам начинаю там что-то там советовать, к примеру, да, как лучше сделать, а в итоге получается, что я еще и виноват в этом, что там кто-то не отменил и так далее, я там не проконтролировал. Вы за это думаете, потому что я, во-первых, держу на контроле, держал на контроле и спрашивал сотрудников. Мы делали то, мы этих граждан четверых мы установили. Потерпящим? Да. От Гаримова? Или от всех? Там всего 4-2 сказали, что нам ущерб не подчиненный, недовольный, все нормально. В отношении двух было принято заявление, вы же это не знаете, вы это не спрашиваете. А вы нам расскажите, нам учебники? Ну, я не сказал. Больше я пока ничего не могу сказать, потому что проверки проводятся. Все-таки проверки проводятся или нет? Проверки проводятся по другим гражданам. Смотрите, вот сейчас, два, по-двуму. Сейчас, извиняюсь, я вас перебиваю, вот пока мы вас ждали, да, у вас пока прием заканчивался, мы видим, как гримов уходит, я уж не знаю, из вашего кабинета, не из вашего кабинета. У меня просто, понимаете, вот просто так вот, неизначально возникают мысли, нехорошие мысли. А чтобы развеять ваши мысли, я вам сразу скажу, вот обращение гражданина, который пришел просто ко мне на прием граждан. У меня прием граждан-то, как бы все приходят. Я не могу сказать. Кто пришел на прием? Галимов? Ну, сейчас скажу. Вот, Недосекин. Недосекин, по-моему, да, Недосекин. Ну, вы Галимов сейчас видели? Ну, они вдвоем пришли, приходили. И что они пришли? Ну, что вы хотели? Они пришли по такому же вопросу, как и вы. Что им плохо холодильник починили? Нет, совершенно наоборот. Что они хорошо чинят холодильники. Я их высушил и сказал, да, хорошо, молодцы, все, можете быть свободны. Вы что-то хотите заявить? Он говорит, нет, почему не хотим заявить? Тогда, извините, вы хотели консультацию или что? Вы слышите? Вас опрашивали по материалу? Они сказали, да, мне опрашивали. Все вопросы, то, что вы мне сейчас рассказали, были изложены. Он говорит, да, что вы от меня хотите? Послушайте, Виктор Васильевич, вы действительно хороший человек, и я вот интуитивно, по-женски чувствую, что вы как бы импонируете моей проблеме, и проблеме, многие граждане здесь в городе, и не понаслышке знаете, что это не единственный случай, и не конкретно от Галимова. А то, что данная, скажем так, современная схема по мошенническим действиям, прикрытым, да, под гражданско-правовые отношения, начинает набирать обороты, и скоро она станет неуправляемой. Здесь все в ваших руках, скажем так. Так вот, возвращаясь к вашей человечности, я уверена, что вы однозначно уже задаетесь вопросом, что же с этим делать, и как, скажем так, наладить тот самый порядок, в соответствии с чем вы и получили свою должность. Я понимаю, что в рамках моего обращения, да, совершено достаточно ошибок, в том числе и сотрудниками органов полиции, в части, там, проверок, ответов, регистраций, значит, это и персональные данные, да, как они, да, ознакомление с материалами, ознакомление с персональными данными до следственной проверки. То есть мы, как бы, наша задача не ходить вас за хвост ловить, да, а наша задача каким-то образом все-таки толкнуть вопрос, ну, давайте все-таки решать с этими ребятами что-то. Их прилюдная казнь, например, да, какое-то их, скажем так, доведение дела до конца, оно даст возможность другим ребятам, точно таким же молодым и наивным, да, амбициозным, задуматься о том, насколько нужно заниматься таким делом. Ну, тем более, если это все наказуемо. И мы с вами, как бы, мы не против вас, и вы не против нас. И еще раз повторяю, Николай Валерьевичу говорила, мы живем в одном городе, мы ходим в одну ленту, мы ходим в один окей, мы ходим в одну пятерочку, ну, то есть мы все, скажем так, социум, когда выходим со своих рабочих мест. И давайте как-то решать вопрос, идти друг другу навстречу, может быть, как-то найдем общее решение какое-то. Моей задачей не стоит вот пойти там и каждого там в суде обжаловать, наказать там, у меня нету такой миссии. Мое дело маленькое, холодильник. А все остальное, это инструмент в фунтии. Вот вы говорите, что мы там бездействуем иногда, ну, вообще там, буквально вчера задержали по 91-й одного из, так скажем, граждан, гражданина, точнее, одного, который таким же мошенническим, ну, не таким же, вообще подобным способом, по холодильнике, обманывал граждан, возбудили уголовное дело, задержали по 91-й статье. А что вот он там такое делал, что вы его задержали? Ну, я пока не могу. Может быть, мне надо просто заново заявление написать, чтобы примкнуть к другим гражданам? Ну, я не могу рассказать все секреты, так скажем, следственное, потому что проводится следственное действие, поэтому я пока обстоятельства не могу сказать. Я понимаю, что... Он задержан, сейчас будет решаться вопрос об аресте, поэтому... Вот этот вот КУСП 245-70, он, конечно же, как кость в горле. Я понимаю. Но мы люди все, маневренные. Я не отказываюсь от своих слов, то, что я хотел сделать, то, что я вам лично предложил. Я же вам предложил вот это написать заявление, чтобы это вы сделали. Правильно? Я же... Ну, в самом первом заявлении. Правильно? Много же написал. Становить, опросить, изъять, назначить исследование и так далее. Я это все прекрасно помню. У меня это заявление не лежит на столе. Это красная книга. Красная книга в плане того, что контрольная. Вот. Мне нравится красная книга. И я же не отказываюсь. Но если отменят наше решение, тогда мы это сделаем. Но мы попытались, мы направили, я дал указание, я рассмотрел ваше заявление, я дал указание. Мы сделали ходатайство, направили ходатайство. Они нам официальный ответ. Если вы хотите что-то, чтобы сдвинулось, тогда я считаю, что просто необходимо пойти, написать заявление в прокуратуру, походатайствовать, вышестоящую, к примеру, походатайствовать именно о тех мероприятиях, чтобы они отменили наше решение, уже не, допустим, там не первомайская прокуратура, а областная, к примеру, написать заявление. Можете по почте написать. Вы уже вправе, вам разъясняли, что вы можете право обжаловать прокуратуру в суд либо вышестоящим руководству. Соответственно, если здесь вы считаете, что мы недостаточно что-то сделали, как-то там, проходатайство, может, неправильно, может, еще что-то, в областную прокуратуру напишите заявление, вышестоящую, с теми же мероприятиями, которые я вам говорил в первом заявлении, с просьбой. Они, значит, вынесут нам требования и требования об отмене данного принятого решения и проведение таких-то мероприятий. И мы их проведем однозначно. Просто есть путь определенный. Этот путь мы пока вот уткнулись. Это все. Туткнулись на законных основаниях. Пока. Но если вы не желаете, просто вы сейчас, я понимаю, начнете, будет вам вправе. Да нет, есть уголовное судопроизводство, где следователь, там, тот же сам уголовно-профессиональное лицо, уголовно-профессиональное лицо, независимое, который там руководитель, вправе отменить свое решение. Понимаете, я не следователь, я не руководитель следственного органа. Я орган дознания. Немножко другое. Даже недознаватель не специализированный. Здесь немножко другое идет. Витер Васильевич, смотрите, вот то, что вы говорите, и вот основной пласт тех негативных комментариев, лично ваш адрес был, если подвести... Да, пусть... Не, не, я просто подведу итог и то, что сейчас прозвучало. Я даже не подвечаю сейчас. И то, что сейчас прозвучало. Сводится к тому, что вы предлагаете так или иначе делать работу, вашу работу, именно гражданам. Говорится, спасение утопающего делало рук своих утопающих. То есть, по сути, не переваривайте, я просто прошу, не переваривайте. То есть, получается, что вы полностью согласны, что некачественно, не сделано то-то, 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 но при этом не хотите предпринимать соответствующих мер. В том числе, обжаловать прокуратуру в Нурманской области, в том числе, подать повторное ходатайство, третье ходатайство с новыми доводами и так далее. Добиться результата. Не за счет того, что нас просто посылать, рекомендовать, советовать, не знаю, норовоучать и тому подобное, а просто взять и отработать. Тем более, это ваше мнение о том, что ваши сотрудники недоработали. Здесь не имеет значения руководитель вы следственного отдела, там, дознания и тому подобное. В любом случае, я считаю, что вы можете дать указание, в том числе, начальнику отдела полиции номер 3, Чухареву, конкретное, выполнить определенные моменты. Чтобы не так было, как он будет говорить, а вы обязательно посмотрите, что он говорил, ваш личный адрес. Личный ваш адрес. Я думаю, вам это не понравится, крайне не понравится, что он говорил. Я не верю, я не смотрю на что. Вы посмотрите, я вам просто советую, потому что, если бы я был начальником, и мой подчиненный позволил бы высказывания в таком духе в мой адрес, он бы завтра вылетел с должности, потому что человек, который не ставит ни во что своего начальника, и говорит, что он не имеет права ничего указывать. Обратите внимание, я обязательно, обязательно эти фрагменты оставлю. Он, я понимаю, он немножечко увлекся, он увлекся. Раньше, я образно буду говорить, он сидел как забитая, не буду выражаться, скромно и понура. Да, скромно и понура, чтобы не совсем это жестко звучало, да, и как бы он вызывал только смех и жалость, да, со стороны высшестоящего руководства. А вот позавчера он почувствовал в себе силу, власть, видимо, он получил поддержку высшестоящего руководства, и он позволил себе, на мой взгляд, вольности. Обязательно обратите это внимание, как он характеризовал в том числе и вашу деятельность, и что вы для него, извиняюсь за уважение, никто, что он подчиняется только начальнику, то есть толулаеву. Обратите на это внимание. Я специально сейчас до того, как мы к вам пришли, не выкладывал этот, скажем так, момент, для того, чтобы вы более объективно сейчас с нами разговаривали, потому что, когда бы вы это увидели, конечно, вас это бы немножечко задело. Я думаю, вас это в любом случае заденет. Любого мужчину, любого начальника это заденет. Я специально эти фрагменты оставлю, я их не буду вырезать. Я их оставлю. Так вот, у меня все-таки к вам большая просьба, поскольку вы нам советовали, какие мероприятия провести, вы давали, ну, на мой взгляд, вы давали указания их провести, но вас просто проигнорировали, как со стороны начальника отдела полиции номер 3 и ниже стоящий подчиненный персонал, вплоть до участкового. То есть, ничего этого не было сделано. Я считаю, что это дело чести для вас, чтобы ваши указания, ваши рекомендации исполнялись неукоснительно, чтобы все, кто находится в вашем подчинении, уважали ваше решение и было все исполнено в точном соответствии, как вы сказали. и чтобы они публично под видеозапись не говорили то, что не говорили. Ну, я говорю про Чухарева Николая Валерьевича. Я считаю, что вы должны поставить на место ниже стоящий подчиненный персонал и потребовать выполнения ваших распоряжений, а не пытаться сейчас прикрыть начальника отдела полиции номер 3 вот теми аргументами, которые он нам говорил. Потому что именно такое возникает впечатление, что почему-то Чухарева прикрывают все, кто только может. И прокуратура, и вышестоящее руководство. Я не понимаю, что там, он что, незаменимый? Я так понимаю, он буквально недавно на своей должности находится. Посмотрите, как общается вот недавно, как он сказал, две недели, вчера был на личном приеме, не помню, как зовут, Антик Палатович. Нет, 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 я сейчас говорю про ОМВД по Мурманской области на приеме были. Как он себя корректно вел? Он ни разу не позволил какие-то замечания делать, я не знаю, что ведется видеосъемка, что запрещаю выкладывать, еще что-то. Просто посмотрите. Очень четко, корректно прошло вот это собрание, буквально ролик на 20 минут. Я думаю, ради того, чтобы сделать соответствующую оценку, все друг дружку поблагодарили, развернулись и ушли. Но я думаю, что он сделает, он примет решение. Более того, знаете, как он сказал? Он сказал, что я понимаю, что с учетом того, что вы сюда уже не первый раз приходите, я не буду поручать кому-то этот вопрос, я его сам рассмотрю, потому что, скорее всего, другая сторона будет говорить другие, противоположно. я сам разберусь. То есть, он взял на себе инициативу и говорит, я сам разберусь. Как? От Луханова, да? Да. Так вот, по моему указанию и действовал после заявления. Нет, подождите, от Луханов, это вы говорите про... Это про Натик Паладович. Нет, я говорю про вышестоящее руководство, которое над вами. То есть, мы вчера по-другому совсем делу, оно там называется, свое, скажем так, название имеет, связано с предпринимательской деятельностью, мошенничества в особенно крупном размере, там связано с фальсификацией по гражданскому делу, то есть, это другая история, это отдельный сериал идет. Просто я говорю о том, что там люди вышли на более высокий уровень и как руководство вышестоящее общается. Новый человек, я уж не знаю, откуда он приехал, с Москвы, там, или как угодно, он себя ведет крайне корректно, крайне вежливо, крайне, ну, разумно, с моей точки зрения. Вот если даже вот свою личную субъективную оценку если давать, то если сравнивать его и Веселовского, это два разных мира. После моей беседы с Веселовским у меня остался негативный осадок. Я обязательно к нему буду ходить, пока он либо не извинится передо мной, как перед гражданином, за то, что он позволил себе на личном приеме. Потому что, ну, было, как я говорил в свое время, подано было заявление мирового судьи по статье 128.1, это клевета в мой адрес. Ну, мировая судья по какой-то причине заявление это вернула. Я, соответственно, еще не знаю, по какой причине. Я к чему это говорю? К тому, что сотрудники полиции, особенно публично, когда проводят прием, должны вести себя крайне корректно. И если они что-то говорят, они не должны вешать вот эти вот обещания там и тому подобное на других людей, ну, там, кто к ним обращается за помощью. Мы же к вам за помощью обращаемся. Любой человек, который к вам приходит, он приходит к вам с просьбой за помощью. Поймите, нет у нас цели вас там как-то наказать, там еще что-то. Мы с помощью приходим. Вот я лично вообще в принципе не заинтересован никак. Ну, это проблема, условно говоря, Анны, понимаете? Но она обратилась ко мне, потому что, кроме как через общественность, она не знает, как еще повлиять. Потому что и многие люди проходят вот эту вот ситуацию сложную, и в итоге они не могут ничего добиться в рамках закона. В итоге они вынуждены привлекать вот эту общественность, публичный контроль, вот это обнародование, огласка для того, чтобы, ну, может быть, в надежде, что вышестоящее руководство как-то попытается на эту тему повлиять. Потому что, я вам искренне говорю, у меня складывается впечатление, вот как бы вы можете там, не знаю, в суд меня подавать, как угодно. Я считаю, что здесь есть коррупционная составляющая в этом бизнесе по вот этому мошенничеству. Я считаю, что тут есть. Я не говорю, что кто конкретно, я не знаю этого. Но мое убеждение говорит о том, что кто-то крышует. Мы знаем, что такое слово крышует. Это когда органы власти, скажем так, либо не замечают, либо как-то не препятствуют, а поощряют определенную деятельность, которая, ну, далеко не в рамках закона. Вот то, что делают вот эти товарищи, я сейчас не беру конкретно Галимова. Их-то много. Я же говорю, это целый центр существует, который их на авито набирает, обучает в течение трех дней, как обманывать людей. Вот мы завтра сами идем к другому потерпевшему. Он рассказал точно такую же историю. Приходит там вот эта Татьяна, он там даже фамилию ее назвал, о том, что вот она там изуродовала холодильник. Он говорит, все, значит, я вам даю сутки для того, чтобы вернуть деньги стоимость этого холодильника. Сутки прошло, они, то есть, они взяли деньги, сломали холодильник и пропали. Он дал им, сказал, время, если вы, ну, нет, нет, все, он обратился к нам. Сейчас мы будем и этого потерпевшего раскручивать, понимаете? Я уверен, что вот этот ролик я опубликую, это Татьяна, как по предыдущему потерпевшему, прибежит и вернет эти 7,5 тысяч за ремонт. Ну, деньги-то она вернет, а холодильник-то она уже не вернет, потому что он уже назначил экспертизу, сделали экспертизу. Экспертиза показала, что уже ремонт не рентабельный, она угробила холодильник, понимаете? Угробила. Причем она делала ровно те же самые действия, как вот с этой женщиной. Один в один, вообще я вот, послушайте, я выложу этот разговор с ним. Особенно, может быть, не сегодня, там чуть попозже, когда мы завтра с ним пообщаемся. Он говорит, я не хочу на видеокамеру светиться, но как бы я готов, да, чтобы лицами было видно. Я говорю, да, это без проблем. Вы поймите, что очень много потерпевших, очень много потерпевших. Галимов, это просто как вот человек, которого мы хотели, скажем так, публично, условно говоря, привлечь к ответственности, чтобы другие, другим неповадно было. А есть такой ремезов там какой-то, очень много, в интернете, посмотрите, люди пишут, в черной списке там каких-то групп, вот, приходит, ломает, то-то-то-то, деньги берет и пропадает. Схема одна и та же, один в один. И для меня очень странно, когда я вот сейчас вижу, Галимов уходит, да, ну, не знаю, из вашего, ну, получается, что из вашего кабинета, он вам пришел на личный прием рассказать, что он хорошо ремонтирует холодильники. Ну, как-то смешно это, понимаете? Возможно. Если бы он к вам пришел, там не на нас как-то пожаловаться, там еще это можно как-то понять. Нет, он как бы говорит, это я так уже сказал. Ну, понятно. Извеживость. Что мы давим на него, да? Ну, здесь. Ну, так обтекаем, не надо раскрывать, так просто. Да, понятно, что к чему они все это ведут. Понятно, что они будут истолковывать, изворачивать это, что якобы мы подрываем его деловую репутацию. Какая, к черту, деловая репутация? Он давно ее уже 10 раз подорвал. Да я вообще прекрасно понимаю. Я же не могу сказать, что он здесь говорил. Нет, не надо говорить. Я просто к чему это говорю. У меня к вам большая все-таки просьба. Давайте все-таки сделаем тайм-аут. Мы к вам очередной раз, там, через месяц запишемся в надежде на то, что именно вы по собственной инициативе отмените вот это вот, ну, сами или это через прокуратуру, отмените это постановление об отказе и возбуждении уголовного дела и все-таки проведете темы или приятия, как минимум давайте выясним, что за плата у вас находится. От холодильника ли, а не от телевизора? Исправно или нет? Потому что верить этому Галимову просто невозможно. Он врет на каждом ходу, на каждом шаге. Если вы ознакомились с материалами доследственной проверки, вы видели, он давал сначала одни объяснения, потом другие, и там идет просто вранье. Он врет прям с ходу. У него в этом плане талант. Если бы у него не было таких способностей, он бы, может быть, и не занимался этим видом деятельности. Способности есть у человека, я как бы их не исключаю. Он реально способный человек. Но не как специалист по ремонту бытовой техники, а как человек, психологически умеющий разговаривать, втираться в доверие и убеждать людей в необходимости того, либо иного ремонта бытовой техники, которая, которая в принципе не нуждается в ремонте. Понимаете? Я уверен, сделайте, пожалуйста, контрольную закупку, там, все что угодно. Поймайте его с поличным. Поймайте. Вы понимаете, в чем дело? Он сейчас ваши ролики смотрит. Да ему пофиг. Ему пофиг. Он смеется. И люди же тоже смотрят. Да он же смеется. В буквальном смысле это говорит, что он смеется. Может быть, сейчас он немножко начнет окрикаться, но до этого он буквально смеялся. Я же с ним по телефону общался, Анна с ним общалась. Да он смеется. Да ничего мне не будет. Он прямо в глаза это говорит. Ну хоть Владимиру Владимировичу пишите, мне ничего не будет. Да, вы пофишите. Прямо так, на первом нашем разговоре прям так в ответ мне и сказал. Хоть президенту пишите, вы мне пофиг на все это. Так я написала президенту и ответили мне с вашего отделения, что все в порядке, все хорошо. Не переживай. Иди в суд. Я же вам приводил пример, что пришел этот Галимов к моему человеку *** чего-то он вызывал. И он через 6 минут дал заключение. Несмотря еще стиральную машинку. Нужно менять плату. Отработанная схема. изъял бы плату и все. Ищи его. Только бабки потом ему отстегивай, чтобы вернуть хотя бы плату. Хотя бы вернуть. Это вымогательство. Понимаете? Под угрозой порчи имущества и тому подобное. Они же как делают? Они ломают технику. Они реально ее ломают. То есть они делают, видимо, что они что-то ремонтируют, но у них каждый раз что-то ломается, ломается, ломается. В итоге они полностью доубивают технику, но деньги они потом не возвращают. Я это все прекрасно понимаю. Что вы мне рассказываете? Так надо же за это как-то наказывать. Это не гражданско-правовые отношения. Я что против? Я что вам отказываю? Я в женском... Вы же меня не слышите. Вы говорите, вот вы должны сами. Да вы сделайте проще. По электронке напишите заявление в областную прокуратуру. Скажите, так прокуратура не идет на встречу, не отменяет. Мы хотим сделать. Прямо возьмите из моего заявления вот эти все факты. Ну, все то, что я там вам говорил, чтобы вы указали, что мы мероприятия должны были провести. Вот. Просим вас отменить и прям вот провести какие-то мероприятия, чтобы полиция провела какие-то мероприятия. и все. Поверьте мне, прокуратура ниже стоящая сразу же отреагирует. Этот материал будет уже с отменой и мы эти все мероприятия проведем. Виктор Васильевич. Вы просто меня не слышите. Я слышу. У нас есть определенная схема. Ну, я имею в виду не схема, а есть определенный порядок. Как отменять, как проводить проверки, как отказывать, как возбуждать и так далее, и так далее. Есть на то уголовный профессиональный кодекс есть там приказы всевозможные, там 736 и так далее, там по обращениям с гражданом по 701 по обращениям с гражданом, по преступлениям по административным прошением по 736 приказ, к примеру. Есть определенный порядок. Вот этот порядок необходимо, и у главного профессионального кодекса необходимо соблюсти. Давайте, я вам просто говорю, уже подсказываю. Напишите, просто нас через сайт напишите заявление. Пусть они отреагируют, пусть прокуратура Первомайская отменит, и мы сделаем эти мероприятия. Я же не против. Я же не против. Я хочу, тем более, вы сами что говорите, что там кто-то говорит о том, что якобы там не находятся в моем подчинении. Я обязательно посмотрю, конечно, этот ролик, я обязательно посмотрю этот ролик, и отреагирую в правом поле. Доложу об этом уже стоящему руководству Александру Николаевичу однозначно за такие слова. Я не ожидала. Если это подтверждается, если смотрят, я просто не видел ролик, поэтому не могу сказать ничего. Но есть порядок, поэтому давайте, что мы будем сейчас там время тянуть друг к другу, просто вот так вот сделайте, как я вам говорю, и все. И пойдет дело. сдвинется с места. Я все-таки считаю, что прокуратура это надзирающий орган. У каждого начальника есть вышестоящий начальник, который может принять своим решением решение об отмене. Мы сейчас просто из пустого порожня переливаем это. Серьезно говоря. То есть получается, что вы не хотите, как вышестоящий руководитель, Я не могу я сам отменить решение. Не могу. Допустим, начальник следствия может отменить решение своего следователя. Я могу допустим отменить решение по административному правонарушению. А здесь прокуратура уже проверила законность и обоснованность и не считает нужным отменять. В рамках полиции, в рамках полиции, да? Прокуратура. Послушайте, в рамках полиции у кого есть полномочия, для отмены данного постановления. Вот вы сказали, если бы был там следователь, начальник следственного дела бы мог отменить. Нет, это если уголовное дело, о чем вы говорили, я про это говорю. Понимаете, здесь, здесь, только через прокуратуру. То есть, правильно я понимаю, что юридически невозможно отменить вот это возможно. Требование прокуратуры как сотрудниками прокуратуры, правильно? Да, потому что они законность уже проверили нашу, мы же проходатайствовали, я реагировал на ваше заявление, я уже 10 раз повторяю, я дал указание конкретное, проконтролировал его исполнение, мы направили ходатайство, прокуратура нет и все не то, что нет и все, а нет, мы считаем, что не подлежит отмене, здесь мероприятия все проведены, все, но это образом говорю уже вам как человек. Можете сказать, как вы Николаю Валерьевичу дали поручение? Я письменном виде вам. В письменном виде? Он в письменном виде получил. Вот на тот момент, по-моему, исполнял обязанности не Николая Валерьевича, Луханова, Натя Владимир Владимировича, он был в отпуске. По-моему, если я не ошибаюсь, но все прошло через документы оборот. А что вы там написали ему? Вказали непосредства, чтобы вынести ходатайство об отмене, рассмотреть данное заявление по существу, вынести ходатайство, доложить. Все. Он мне доложил, он прислал ответ, о том, что вот такая ситуация. Заявление, причем вы можете посмотреть, если будете ознакомливаться, к примеру, именно ответ уже после вашего заявления. А вы само ходатайство видели, которое было в прокуратуру направлено? Как оно содержательно, не содержательно? Какие аргументы были приведены в пользу отмены? Честно, признаюсь, честно, ходатайство я не видел, потому что не я подписывал ходатайство. Это понятно. если вы взяли на контроль, мне кажется, от того, как составлено ходатайство, очень многое зависит, потому что если оно обоснованно и красиво написано, то, соответственно, у прокуратуры просто не было возможности отказать. А если оно написано с целью, чтобы отказать, отказ получить, то это немножко другая ситуация. Я сейчас перепроверю, кстати. Потому что если я говорю, условно говоря, мы вам просим ходатайства, ну вы нам откажите. Ну, да, право, кстати. с этим ходатайство. А нам говорят нет. Смотрите, вот мы в прошлый прием обращали внимание на то, что дело производства там очень сильно страдает. На том ролике, который вы посмотрите, я даже обратил внимание на то, что за подписью Чухарева два разных письма в мой адрес исходят под одним и тем же номером и под одной и той же датой. То есть, по сути, они могут вообще что угодно сейчас туда вложить, все что угодно. Понимаете, что существует вот этот вот бардак? Ясно. Мы не получаем письма от слова совсем. Никто не получает письма из-за дела полиции номер три. Я вам еще раз говорил, чтобы добиться того, чтобы они отправляли хотя бы важные письма с заказными письмами. Может быть, они ведут какие-то там реестры, что-то может быть, но по факту люди не получают. Я не могу грешить до такой степени на почту. Я не могу, потому что даже почта, даже, если там и грешна в чем-то, но не до такой степени. Потому что я не первый раз сталкиваюсь с ситуациями, когда просто ничего до людей не доходит. Вот, Анна, вы получили постановление по почте, не по той, которая вам по электронке об отказе от возбуждения уголовного дела, по почте. Вам пришло вживую? А, вчера. А, вчера. Все-таки пришло. Не смотрели какой даты отправки? О, не, не смотрела. Там три письма даже пришло. Просто вот мне интересует, они же должны отправляться в течение 24-х часов с момента Я могу сказать, что те письма, о которых говорил Николай Валерьевич вчера, мне не пришли даже на электронную почту. Отказ прокуратуры и отказ вот в ходатайстве, которое вы вот указали. То есть, понимаете, о том, что вот существует такая ситуация, что вот по поводу наших ходатайств есть отказы из прокуратуры, то тут мы узнаем только на личном приеме и только устно. Может быть еще время там же 30-х нам дается, надо посмотреть просто. Да просто, понимаете, не будет никаких ответов. Мы вчера, точнее позавчера, написали третье заявление, в котором мы конкретно просим, то есть, мы в предыдущем приеме написали о том, что просим личный ответ Николая Валерьевича о том, каким образом происходит ограничение в ознакомлении с материалами доследственной проверки со ссылками на соответствующие нормы права с учетом разъяснения Верховного суда и Конституционного суда, то есть, лично за заяву подписью, указали фамилию и все остальное. И в итоге, мы знаете, что получили? Мы получили по электронной почте письмо за подписью в РИО, но причем письмо написано таким образом, что оно просто ни о чем. это вы обратите внимание, потому что я очень жестко на него давил в этом плане, я ему показывал вот наше заявление, а вот ваш ответ, не ваш ответ, а вашего, скажем так, подчиненного. Где между ними взаимосвязь? Ее просто нету. Просто Натик Паладович провел мне или Анне юридическую консультацию по вопросу, который мы его не спрашивали, нас это не интересует. А то, что мы просили в заявление, то, что зафиксировано на видео, публично, он говорит, мы краток сайли, хорошо, мы готовы 30 дней подождать. И он ушел от этого. Говорю, нам не страшно, мы все, что зафиксировали, мы еще раз написали это же самое заявление, чтобы он дал за своей подписью. То есть, мы второй раз то же самое акцентрируем на это внимание, что с точки зрения доследственной проверки, с учетом разъяснения Верховного суда, Конституционного суда, то есть, то, что мы на сайте прокуратуры нашли, ему распечатали за своей подписью. Я даже не скрываю, мы прямо говорю, нам нужен основание для привлечения Чухарева Николая Валерьевича к уголовной ответственности по статье 140 Уколовного кодекса, а именно ограничение в предоставлении информации, документов, собранных в установленном порядке. Потому что то, что он подпишется, это уже будет оконченный состав, потому что иначе с его талантом перефразировать то, что он там раньше не обещал, даже по видеозапись, его не притянуть будет. Вот ему слово притянуть не понравилось даже. Но обратите внимание, я думаю, будет очень интересный диалог. Мы у него там два с половиной часа сидели. Не буду там особо что-то навязать, я думаю, вот как есть, так и так, и так оно и будет опубликовано. посмотрите. Вел он себя совсем по-другому. Чувствовалась его уверенность, он сразу взял образы управления в свои руки, сказал, я так это предлагаю тот-то, тот-то. Ну, то есть, ну, все, он уже, кажется, указывал кому-то куда сесть. условно говоря, ну, чувствовалось, как бы мы его не стали осаждать в этом плане. Ну, раз человек уверен в себе, значит, он сейчас будет нам помогать, а оказалось совсем не так. Я думаю, на сегодня все. Еще есть вопрос у нас по поводу Николая Валерьевича раз в тему, по поводу проведения служебной проверки. По поводу проведения служебной проверки как бы? Да, относительно него была, проводилась служебная проверка. Во-первых, мне много писали, много говорили, я ему отдала, кстати, все документы. надо будет искать. У него все документы. Я дала ему очень большое, скажем так, небольшое. Так, там, я не понял, служебный пример вот это назначал или что? Да, да. А кто назначал? В его отношении. Слушайте, а вот у кого узнать, кто назначал? Я не могу сказать, я куда вы писали, о чем вы писали. У нас очень много жалоб на сотрудников полиции, отдела полиции номер 3 было подано. Нам только на слова говорили, что проводится проверка, но о их результатах мы не знаем. И по дежурному Константину, и по, я так понимаю, по инициативе прокуратуры в отношении начальника ОП номер 3 проводилась проверка. то есть, очень много проверок, о которых нас не ставят в известность. Вообще, мы задаем вопрос, один из главных вопросов, кого-нибудь хоть наказали, но хотя бы скажите, вот, за все это время, скоро уже скоро будет полгода, как мы к вам ходим с этими всеми, теми же самыми вопросами, и никто не наказан за то, что мы вовремя не получаем корреспонденцию, за то, что бардак в делопроизводстве, за то, что проводятся вот эти проверки, за то, что выносится отказ от возбуждения уголовного дела, что срок еще не закончен. Ну, это уже так, сейчас, немножко, надо смыть, а вот проверка завершена. Ну, это надо вот у исполнителя взводить. И вот он мне пишет о том, что проверка, так, а, это не его проверка, сейчас, это не его, а Юга, как его зовут, Безюка. В общем, суть в том, что некая проверка проведена, есть, значит, дата проведения этой проверки, и какой-то некий результат на основании которого в мой адрес пришло какое-то письмо. Пришло письмо, а там, значит, есть много-много разных цифр, эти цифры мне неизвестны, ну, то есть, это какие-то исходящие, входящие, и в том числе, там есть некое письмо, на которое ссылаются все, которое не подписано. и все дружно в каждом письме ссылаются на это письмо. Сейчас я вам его найду, но умею. Так ответ, кто давал? Да, кого-то нет ответа, просто проведена проверка на основании моего обращения. у исполнителя, это УВД области, это начальник ДУМПД области. Вот, и Николай Валерьевич, а скажите, пожалуйста, он правда имеет право не говорить о результатах служебной проверки в его отношении. Хорошо, это вообще он должен был. Да? То есть, вот за... А как нам узнать в результате проверки? Мы жалобы подали, а в итоге ответа не привет, ничего нет. Так, если вы подавали жалобу, и по вашей жалобе была назначена служебная проверка, то по результатам вам должно быть, все равно дополнительно вам должно было быть уведомление, что там привлечен, не привлечен, подтвержден, подтвержден. Виктор Васильевич, вы можете нас услышать? Просто вот, я не знаю, поставить, вы можете нас сказать. Нет ответов, нам никто не дает ответов. Я вас понимаю, надо туда зайти, вот, на мой взгляд, вот образно буду выражаться, зашкварник взять, и вот, чтобы каждый отчитался по каждой нашей бумажке. У Арны целый реестр есть, по каждому обращению должен быть ответ. В данном случае, тоже письмо не подписано. Не могу сказать ничего. Может быть, электронный документ на обороте. Нет, документ, электронный документ на оборот подписывается вот таким образом. Вот, это подписано. А вот эти два письма, которые говорятся о том, что и про персональные данные, что персональные данные нельзя давать, потому что действует ряд нормативно-правовых актов, тоже не подписано. Письма. То есть, по факту, сейчас... Мой друг хочет брать на себя уголовную ответственность, понимаете? Даже когда дают вот эти, извиняюсь за выражение, левые ответы, о том, что согласно... Я не могу ничего пояснить, потому что не мы давали вам ответ. Если бы сейчас задали вам, по нашему, я бы сейчас позвонил и сказал. Давайте, я хочу очень сильно заострить тот вопрос, который я вот 10 раз повторяю. Я не поленусь, я еще задам. У меня к вам огромная, сумасшедшая огромная просьба. Закон говорит, требует, на каждое обращение должен быть ответ, установленный в законном сроке. Это фундамент. Это не подлежит оспарению и тому подобное. Я вам еще раз говорю, на наши обращения нету даже фиктивного ответа. по последнему обращению, я себе записал, я завтра выясню. Анна, по нашему. Смотрите, мне не интересует ответ по каждому обращению. Анна исписала много бумаги. Много было отправлено по электронной почте, я имею в виду, через сайт приемной. Вот это вот реестр. Вот по каждой вот этой бумажечке, по каждому обращению должен быть письменный ответ. Понимаете? за подписью. И мы должны их получить. Мы готовы прийти и прям под роспись расписаться. Не надо нам грузить, что мы вам направили по почте. Мы вам еще раз говорю, не получаем. Нету. И мы говорим, я прямо в лицо чухарю говорю, я вам не верю. Вы ничего нам не направляли. Потому что, если бы вы нам направляли, пускай запозданием, как угодно, мы бы получили. Но когда систематически не приходят письма, но нету их, а там важные письма, на важные наши заявления. У меня возникает вопрос, что они фиктивно якобы нам отправили, но только там, Люба, Люба, вот это письмо. Ты его запиши в реестр. Я предполагаю, я не утверждаю. Но ты его не отправляй. Чтобы вот эти вот, Мамаевы, чтобы они ни в коем случае не получили его. Чтобы они не могли меня притянуть. Так вот, я хочу, чтобы мы имели свое право обжаловать их действия и без действия. Мы должны иметь право получать ваши ответы. Каждый ответ, понимаете? Нет у вас денег. Давайте мы вам денежку закинем на счет какой-то. Вы будете за наш счет отправлять эти письма. Хорошо, мы будем к вам приезжать, чтобы получить эти письма. Но мы должны их получить. Максимально 30 дней. Мы должны их получить. Вы можете меня услышать или нет? это единственное, что я от вас спрошу. Исполнение закона. На наше письменное обращение получи письменный ответ. А не предложение напишите заявление на то, что вы не получали ответ. Вы сейчас что хотите, чтобы я выяснил, о каком-то ответе или что? Я еще раз говорю, что по поводу... Анна, дадите реестр. У вас сможете же это распечатать? Давайте сделаем так. Вы просто дайте указание ближе стоящим подчиненным, чтобы они дали нам ответ, продублировали все ответы. Мы приедем и просто их заберем. И зато мы сразу же увидим, все ли они нам ответы подготовят. И если там чего-то не будет хватать, мы, соответственно, скажем, а вот на вот это заявление где ваш ответ? Да, подойдите, пожалуйста. Мы готовы сами приехать. Не надо направлять по бочке. Не надо. Мы сами приедем, получим, чтобы там все было красиво. Исходящий номер, подпись, чтобы была, чтобы дата была, чтобы все было, чтобы мы получили эти документики и мы с ними могли пойти в суд. Но тут копировать не получится, там много личной информации. Угодите это или нет? Нет, когда я не смогу, могу только подождать ваши ответы. Да, давайте сделаем так. Нет, давайте еще раз подытожим. Ну, вы приедете завтра, давайте договоримся, во сколько вы приедете. Лично приедете, уже со списком. Я прям дам указание руководителю Адира, который здесь. и нам подготовят эти все ответы. Вот и все. А можем сделать гораздо проще? Здесь нужно подготовить ответы, на котором отдел полиции номер 3 не давал. Говорят о том, что якобы они не отправляли, и заявители не получали эти ответы. Нужно найти все заявления по гражданству. Либо вы можете дадите номера. Но я потом подготовлю. Смотрите, можно сделать таким образом. Просто поставить перед отделом полиции номер 3 следующий вопрос. Предоставить реестр всех обращений гражданки Анны Анатольевны, весь полностью реестр. Столбик, что было обращение, и столбик, какие были ответы. Все. И вот если мы даже в этом реестре, где мы были обращения, не увидим наше обращение, это тоже будет повод задать им вопросы, почему наше обращение у нас есть, а у вас их нет. Инна Владимировна, мы можем завтра подготовить, получить реестр? Получить сведения о том, сколько обращений дарилистрировано. И реестр. Направляли, мы направляли. Ответы? Ответы. Я просто знаю, что Анна Анатольевна обращается через интернет-сайт, и она, соответственно, указывает там свой адрес в интернет-пункте. И когда человек, гражданин, обращается через сайт УВД, то автоматически уходит ответ на этот адрес. То есть достаточно странно, что ответы не уходят. Не-не, это все уходит. У нас помимо обращений по электронной почте... без подписи и выходит, что ли, получается? А подписи нет? Нет. Я не понимаю, вопрос в том, что не на все обращения есть ответы. Я не знаю, давайте, может быть, я еще раз это... Нет, мы правильно поняли. Давайте я еще раз поясню. Послушайте, все внимательно, значит, есть обращение гражданина. Оно может быть по электронной почте, там, через интернет-приемную, там, на бумаге, как угодно. В любом случае, оно есть. На него должен быть ответ. Он должен быть. Не важно, по электронной почте, если там галочку человек поставит, что мне на бумаге не надо, достаточно по электронной почте, пускай будет так. Но ответ должен быть. Я поняла. В идеале, я еще не закончил. Просто давайте я мысль закончу, потому что каждый раз я повторяю одно и то же, каждый раз, получается, задают одни и те же вопросы. Я хочу просто, чтобы на каждое обращение, не важно, в каком виде оно было, сделано, чтобы был у нас ответ. Ответ на бумагу. На ответ за подписью, на бумаге. Просто ответ на каждое обращение. Как я могу еще сказать то же самое? На каждое наше обращение должен быть ответ. Вот это, я не знаю, можно сказать. На любое наше обращение. На любое наше обращение должен быть ответ. Я не хочу сейчас ввести дебри, какое оно было. На электронный мычет. Мы завтра проверим. Если я смогу только обращение гражданам посмотреть. Если эти заявления были закруслированы, то по пустам ответа они не обязаны. Здесь обращение граждан. Обращение, жалоб. Беспризм. Посмотрите завтра. И во сколько вы завтра сможете пройти? Мы посмотрим реестр. Мы на следующей неделе подойдем, потому что пускай будет больше времени, чтобы лучше подготовиться. Я думаю, что за один день вы не справитесь с этим вопросом. Я вам просто поясню, что обращения могут быть не обязательно на бумаге. Каждый раз, когда мы к Николаю Валерьевичу приходили на личный рейд. Я рапорт на вам. Да, рапорт. Да мы поняли все. Я просто параллельно даю указания, извините. Я понимаю, что параллельно, да. Но я к этому отношусь очень агрессивно, негативно, потому что когда я произношу какие-то фразы, все-таки надо меня либо дослушать, либо, значит, это неуважение получается. Хорошо, извините. Давайте я все-таки повторю, что обращение будет не в грустной форме. Я все поняла. Я все поняла. Задачу Илья Васильевича поставил. Мы зафиксировали, что вы все поняли, что обращение будет не в грустной форме. Все обращения, в грустной, в письменной, в какой угодной форме мы должны получить ответ. Которые зарегистрированы именно в группе. Которые зарегистрированы именно в группе. Которые зарегистрированы именно по делу полиции. Мы сейчас запрашиваем по делу полиции номер 3. Я еще раз обращаю внимание. Если отдел полиции номер 3 какое-то наше обращение не зарегистрировал, и не укажет его в этом реестре, что это обращение от нас было, нет укусов и подобное, мы, соответственно, поднимем видеозаписи. Мы подумаем, и мы скажем, почему вот это заявление не зарегистрировано. Либо обращение устное никак не зарегистрировано. Потому что любой вопрос, который мы произносим, будь он личный прием, то будь там у Панфиловой, у Ивкина, у... Как его там... Это все были наши обращения. По всем ним должны быть ответы. Потому что нам на словах и Панфилова говорил, что мы проводим рапортом, она писала... В наше обращение ответов нет. Вы получали ответы? Нет. Я не получал. Мы не знаем. У нас только было обращение, а нет ничего. Вот я хочу, чтобы вы дали оценку, почему вот эти обращения никак не фиксируются. Разрешите... В общем, Инна Лунирсовна. Я поняла. И не только в рамках 707-го приказа обращения граждан, но и в рамках 736-го приказа МВД России КУСПы. То есть пишите в рапорте устное обращение, чтобы они не писали бумагу на мое имя. Они все проверили, все обращения и КУСПы тоже, все заявления. И поднять реестр и, соответственно, уже проверить, были ли ответы или нет. Если ответы были, соответственно, восстановить эти ответы за подписью тех сотрудников, там, руководитель отдела по администрации номер 3, либо заместитель, кто давал ответы, да, распечатать, восстановить подписи, соответственно. И если... А про какой период ты говорим? За весь период с сентября, когда вы первые обратились. С сентября, да? 23-го. И еще маленький мяничек, как-то хочу добавить. Обязательно, чтобы не только по фамилии Мамайев, и по фамилии Мамайев. Потому что я, когда приходил, перед тем, как попасть к Киевкину, к Бухарову, как правило, заканчивалось тем, что несколько талончиков мне выдавали. То есть где-то писалось заявление от имени моего доверителя, а где-то я от своего имени писал. Вот. То есть это все на видео зафиксировано. Мы это легко поднимем. Все это распространено. Поднять реестр и там, и судача, проверить судача именно по дежурной части. Это уже в части дежурка проверит. И все вместе соберете, это уже вы главный будет исполнитель, все вместе соберете, вместе с реестром они подойдут туда и вручим подростки подростки. Просто хочу обратить внимание, там будут очень интересные наши обращения, в том числе, где сотрудник полиции говорит о том, что я не должен вам выдавать талон, талон уведомления, понимаете? То есть мы подаем заявление, я вам талон не буду давать. Это на видео зафиксировано. Я говорю, хорошо, пишите заявление об отказе, жалобу об отказе выдать талон. И он понимает жалобу, в итоге дает талон. И улыбается. Ну, вам нужно смотреть эти ролики, понимаете? Как руководителю, непосредственно курирующему отделу полиции номер 3, видеоролики из отдела полиции номер 3, нужно смотреть. Нужно смотреть, как ведут себя дежурные. Нужно Бухарова сказать, ты почему со своими дежурными не можешь разобраться? Почему Бухаров стоит при своем подчиненном, не помню, как его фамилия, вот так вот по плечу ему трогает, и тот с нами разговаривает, мы тогда еще не знали, кто он такой, потому что он без формы ходит, на службе без формы ходит. И он говорит, начальник там на какой-то проверке. И когда Бухаров выслушал все, и потом вышел к нам, и представился, что он начальник, возникает вопрос, до какой степени нужно быть вот таким вот человеком, чтобы при тебе стоит начальник, и ты знаешь, что мы не знаем, что он начальник, и прям нам в лицо это говорит, что его здесь нету. А он это поощряет и хлопает, да? А он, видели, что я не снимал, но камера-то стояла вдалеке, и наш общий вот эту всю ситуацию снимала. Меня со спины, как Бухаров за стеклом стоит, и вот этот дежурный. Зачем они это делают? Это неуважение, это глубочайшее неуважение. Это, конечно, я потом, когда понял, я потом, когда пришел, и когда Константин начал говорить о том, что нету там начальника, вот эту историю я ему, словно говоря, припомнил, вот это начал рассказывать. Но они находят другие способы хамить. Там и другие были сотрудники, которые говорят, да я ничего, мне ничего не будет. Они прямо в открытую нам, гражданам, говорят, что мне ничего не будет. Да им не пофиг вообще. Они это говорят прямо вот этими словами. Посмотрите видеоролики. Молодой парень такой говорит, да вообще, пишите, делайте, что хотите. Прямо в глаза под видеокамеру это говорят. То есть даже вот это не пугает их. Обязательно посмотрите. Я почему-то думаю, что вы смотрите эти видеоролики. Но если вдруг вы их не смотрите, я вас очень убедительно прошу. Эти ролики снимаются в конечном итоге для вас. Для того, чтобы все-таки вы обратили на это внимание. Потому что так, я выражусь, борзеть нельзя. Как борзеют сотрудники полиции. Так борзеть нельзя. Мера должна быть. Я понимаю, можно корректно послать человека на три буквы. Да, там, в суд и куда угодно. Можно это сделать. Но это в любом случае неуважение. Понимаете, иногда лучше матом выругаться. Это будет более, скажем так, не обидно. Когда человека игнорируют. Когда два с половиной часа принимают заявление. Когда просто издеваются. А подождите. Мы сейчас заняты, понимаете. Подождите, понимаете. Как со свиньями с нами обращаются. Подождите. С таким намеком, что к нам больше не приходите. Потому что хотите, мы вас тут будем вот так вот с вами обращаться. Вот мне к нам большая просьба. Вот они должны не просто вежливо с нами разговаривать. Там, на вы. А уважительно с точки зрения, как они с нами обращаются. Вот и все. Мы от них ничего не требуем. Я же, когда с ними обращаюсь, ну, впервые к ним обращаюсь, я очень себя корректно веду, там, и на вы, и все остальное. Конечно, я там на каких-то нотках потом перехожу. Потому что вот эту спесь нужно с них сбивать, понимаете. Я, конечно, им говорю, на ты. Потому что почему он со мной так разговаривает? Я ему не позволял этого делать. Если я говорю там этому Константину, позови вышестоящего руководства, а нам нужно решить вопрос, связанный с прокуратурой, там, предписание вынесло. Я не буду. Я не хочу. Я говорю, пиши за жалобу на себя. Я не буду. Подвидел запись. Ну, что это такое? Вот, пускай это будет эмоционально с моей стороны, но любой человек имеет право на эмоции. И я считаю, что сотрудники полиции, вышестоящего руководства, должно давать оценку своим подчиненным на основании этих роликов. Тысячу, сотни тысяч людей уже дали оценку. Дали оценку, понимаете. А вы мне сейчас говорите, а я их не смотрю. Я просто не смотрю ваши. Когда вы... Вы же у меня... Как я сейчас говорю, у нас местных блогеров в городе Мурманске раз и обчелся. Я вообще даже не знаю, есть ли у нас местные блогеры или нет. Тем более, с таким количеством подписчиков. В этом году у меня будет больше ста подписчиков. Я вам сразу говорю. В следующем году будет миллион. Поэтому я все-таки исхожу из того, надо прислушиваться. Если люди, скажем так, ценят мои видеоролики. Мы социальные сети и мессенджеры мониторим. А есть какой-то приказ в соответствии с которым вы это делаете? Ну, конечно, есть группа СМИ. Есть сотрудники с этим же правдом. Анна, можно мониторить по-разному. Можно мониторить с целью выявления плохой работы сотрудников полиции. А можно мониторить с целью наказать... Если выявляют правонарушения или преступления, они сразу докладывают и мы регистрируем. Но мне бы хотелось вообще, чтобы этот сериал хорошо закончился. Ну, то есть мы уже нашли героя. Мы уже так были рады. Если честно, Николай Валерьевич прям очень сильно разочаровал. Он как бы, как сказать, не дал закончить этот сериал. Понимаете? То есть он должен был по-другому закончиться. Давайте мы уж к самому подведем итоги. Да, что делать с тобой? По реестру мы сделаем. По... По вашему материалу, все-таки я считаю, чтобы вы обратились в ушестоящую прокуратуру. И именно с теми мероприятиями, о которых я вам говорил, чтобы вы отразились в первом заявлении. Это будет действенное, быстрее и эффективнее. Потому что решение, у нас есть определенный порядок. Решение мы не можем отменить, потому что прокуратура его у нас не поддержала. Если вы это сделаете, чем быстрее, тем лучше. Мы отменим, тогда мы будем проводить эти мероприятия. Но заявление обязательно укажите. Вы можете туда даже не ходить, вы на сайт киньте такое заявление. И прям вот эти все мероприятия, которые мы с вами обсуждали, и вы записывали в заявлении, когда на первом приеме, обязательно укажите. Ну и все, в принципе. И мы тогда... Они отреагируют, мы отменяем. Точнее, они нам отменяют, выносят требования, постановление об отмене. И мы проводим мероприятие. Все. Это будет проще, быстрее. И это просто даже вот этот весь разговор, весь разговор мог бы закончиться в течение пяти минут. Вот реально. Да, проблемы, я их признаю, говорю. От своих слов я не отказываюсь. Мы писали заявление, мы определяли с мероприятиями. Отменяем решение. Отменяем решение через вышестоящую прокуратуру. По вашему заявлению. Все. Виктор Васильевич, есть такой анекдот. Сотрудник полиции... Ну, человек устраивается... Я понимаю, что прогрессор. Полиция говорит... Здесь 8 часов просто... Да, все. Мы идем. Зархвату можете не выдавать, только пистолет выдать и все. Вот если вот как вы говорите, нам не нужна ваша помощь. Дайте нам законный инструмент, да, пистолет дайте. Мы сами решим все проблемы. Я вам предложил, что нужно сделать. Вы предложили делегировать ваши функции на нас. Хорошо, мы вас услышали, мы это сделаем. Вы не правы. Но если бы вы нам дали счет пистолет и погоны, ну, зарплаты не надо. Остальное мы заработаем сами. Я вам разъясняю ваше право и как лучше будет. Меньше всего мы нуждаемся в разъяснении наших прав. Меньше всего мы нуждаемся. Личная карточка приема. Личная карточка приема граждан. Рекомендуемая образец соответствия с приказом 707. Хорошо. Сейчас опорную. Все сделаем. То есть заполнил. Николай Валерьевич уже заполнил такую. Мы ему тоже распечатали. Да, принесли. Да, сейчас заполнили. Обученные люди. Мне сейчас просто нужно несколько. Мне просто хотелось все-таки, чтобы вы посмотрели это ходатайство по содержанию, которое в прокуратуре. Я записал. Инна Владимировна, спуститесь, пожалуйста, еще раз. Личную карточку можно оформить. Специально даю для фиксации, что вот этот важный момент. Что Чухарев там написал. Алтуханов. Ну, или Алтуханов, неважно. Ну, пройдите сюда, пожалуйста. В любом случае он это действовал с позиции. Сейчас подойдет, оформит, я распишусь, вам дадим. Да, я себе записал. Завтра я прям подниму и посмотрю. 16.02. Я, как бы, своих слов не отказываюсь. Если вам удобно, мы можем оставить телефончик, и вы позвоните, когда можно приехать с реестром, знакомиться и с ответами. Да, да, да. Это будет гораздо проще, чтобы у вас не дергать. Да, я сейчас, Инна Владимировна, скажу. А скажите, у вас такой Заручинский работает? Заручевский, наверное. Заручевский? Да. Работает? Да, Заручевский. А кто он в должности? Алексей Анатольевич, начальник дежурной части. Начальник дежурной части. А что случилось? Ничего. Начальник дежурной части города, городского управления. У вас здесь? Если мы про того же говорим. Просто сказали, звонили. Мы когда не могли попасть на прием к Чупареву Николаю Валерьевичу, мы дозвонились до него, он дозвонился до вас. Все правильно. Он мне доложил, я... И Николай Валерьевич принял. Это же он к вам приходил? Он мне доложил о такой проблеме, я дал сот тысячи указаний, и все, ничего. Все, значит, это он, Заручевский? Заручевский Алексей Анатольевич. Алексей Анатольевич. Все. Начальник Заручевский. Идрегуете. Значит, тоже просто. Нет, ну там есть, действительно. Оформите, пожалуйста. Я пораспишусь, возьмите телефон, позовите. Вот, я оформила рапорт, а мусорное отношение. Нет, 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 нет. Ну вот, хотят согласно предложению 707 приказа. У нас электронный документ оборот. И карточка ведется в электронном виде. Да, Виктор Васильевич, вы дайте карточку, которую я вам пропадаю. А, нет, я же что-то говорил. Я сейчас вам распечатаю карточку. Вот, мы когда в электронном виде ведем, она оформляется вот таким образом. Я вам такую вот распечатаю из сервиса электронного документа обороты, потому что ваш прием там уже фиксирован. А как вы внесете туда наши вопросы? Ваши вопросы я отразила в рапорте. Я вам сделала уже копию этого рапорта с регистрационным номером. Ага, для нас форма не имеет значения, главное содержание. То, что письменная форма соблюдена и суть вопросов отражена. Вот это для нас важно. А в связи с тем, что письменное обращение от гражданки Красновой представлено не было, вот это вот здесь вот это... Павел, 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 павел. Сейчас переделаем. Давайте уже вот это сделаем, как по этому... Сейчас, сейчас, сейчас. Потом копировать, ставить там, отсканировать, подприкрепить. Сейчас переделаем. Анна, я с вами полностью согласен, что... Нет, документ просто... Виктору Васильевичу, по всей видимости, нужно идти по делам. Я вот чисто по-человечески не хотела бы его задерживать, но мы поверим Виктору Васильевичу, что он все запомнит и исполнит. Не-не-не, мы сейчас все сделаем, дождемся. Я так не буду к тому придеть, и вы скажете, что я вот обещал, опять не сделал. Ну, еще что-то. Лучше дождемся, сделаем, все предположено. Опять-таки, а вы все-таки напишите в областную прокуратуру. Именно с теми, с теми просьбами. С теми просьбами. Прокуратура должна уходить все-таки на прием. Мы не разом не сходим в прокуратуру, именно вот так уж по видеозаписке, побеседовать. Может быть, видеоролик показать. Вот с сегодняшнего вот этого шло, как аргумент, что как бы отменить надо, потому что вот есть, скажем так, неуверенность, кто должен подавать. Поэтому пришли к вам лично, чтобы, так сказать, написать ходатайство об отмене, потому что замначальника УМВД по городу Молонску нам посоветовал. Галимов жаловался, да, о том, что у него проблемы теперь? Тоже жаловался. Галимов не жаловался? Я не могу раскрывать, какие у него могут быть проблемы. Ну выключите камеры, я хочу узнать, что он там. У меня любопытство распирает. Ну вообще действие на наши действия. Я вам расскажу, на что он жаловался. Расскажу. О том, что его жители прогоняют, правильно делают. Так мы для этого и ходим, и все это фиксируем. Просто сейчас, я говорю, появились еще два человека, которые очень часто фигурируют. Это какая-то Татьяна, не помню фамилию, но есть эта фамилия, и Сергей Ремезов. А там ситуация какая, они откуда телефоны взяли, не по объявлениям? Совета. Совета тоже. Совета. Ну вот, который мы сейчас раскрыли схему, там, вплоть до того, что в подъездах раскидывали телефоны. Есть у нас и в подъезде, мы регистрировали эти заявления, и там, точнее, как связывали с этими, так скажем, с операторами, кто сидит на этих телефонах. И они говорят о том, что мы просто операторы, мы нанимаем людей, а те уже люди, типа, идут. И такая же схема проходили, совершенно там непонятные люди, брали деньги, не ремонтировали, вот буквально одного мы сейчас поймали. Про второго я еще не буду говорить, но там у нас порядка девяти заявителей. Смотрите, то, что они говорят, вот эти... Порядка девять заявителей. Девять заявителей, да, колл-сан. То, что они говорят, говорить можно все, что угодно, язык без костей, но просто берется и пробивается, это организация. ОКВЭД, так называемый, основной вид деятельности. И мы смотрим, что там написано. Вот просто вот этот ООО-вектор, посмотрите, это же в интернете, в Яндексе можно набрать, там, эту организацию можно посмотреть. Где она находится, чем занимается, какие у них сайты. У них не только сайт по бытовой, по ремонту бытовой техники, у них по ремонту компьютеров, там еще чего-то. У них несколько сайтов. И у них ОКВЭД заявлено именно как ремонт, ремонт, понимаете? Они не колл-центр. Это первый момент. Второй момент, они не имеют права поручать, как вы говорите, что вот мы там кому-то поручаем, а он идет ремонтирует. А нам, условно говоря, комиссию платят, ну, за то, что мы им заявочку скинули. Почему? Потому что эти товарищи не как КПшники работают, как самозанятые. А это, в принципе, законом запрещено. Вот я в налоговой когда был, кстати, тоже ролик размещен, посмотрите на эту тему. Вот налоговая отработает и, соответственно, ну, проверит этот ООО-вектор на предмет, какие договора они вообще заключают. И есть ли вообще эти договора с этими самозанятыми. Понимаете, вот так говорить о том, что вот мы там кому-то сбросили вашу заявку, по сути, персональные данные, и мы ни за что не отвечаем, это тоже слабо сказать, что вот вы позвонили в такси, там, допустим, Яндекс, и какой-то, не хочу выражаться, плохой человек что-то совершил там, вас там, не знаю, там, в машине изнасиловал, там, убил, там, еще что-то. Так не должно быть. У них все люди должны быть на контроле. Чтобы этим заниматься, нужно иметь соответствующее разрешение. То есть, если они занимаются ремонтом, они должны иметь образование, они должны иметь инструмент, они должны оказывать это лично, если они занимаются как самозанятые, а не перепоручать кому-то. Ну, то есть, много там есть моментов, которые должны выполняться. То есть, по сути, они как работники у них работают. Да, я понимаю. Потому что они их нанимают точно так же на авито. Там немножко другая схема, там не нанимали, там вообще люди находятся вообще не здесь, не в нашем регионе, просто телефон, и все, и размещались. Там надо разбираться, и мне кажется, это все одна структура. Это одна структура. Нет, там, мы сейчас разбираемся, там не одна структура. Не одна. Но вот эта схема, которая на Егорова 13, вы просто зайдите, и там вот в Яндексе же есть отзывы, можно почитать. Там ужас, ужас, что творится. Там везде вот эта вот одна звездочка, или как там, самая низкая оценка. Просто многие люди сначала заказывают, ну, то есть, они же не знают, куда обращаются, а потом, когда их уже обманули, начинают мониторить, а кому-то я обратился. И потом, а зачем, а-а-а-а, потому что вот эти вот все товарищи, которые приходят, выдают себя как самозанятые, и якобы договор заключает от своего имени, в случае чего дают телефончики вот этого колл-центра на Егорова 13, и именно разговоры потерпевшие, ну, так сказать, клиенты ведут именно с ними так. И там начальник выступает, который им прямо говорит, а вы докажите, что это он сломал мастер, которого они послали, а докажите. Сейчас прием. А как бабушка может доказать? Я его расформулирую мысли. Смотрите, а как бабушка может доказать, если она даже не имеет на руках документы, подтверждающие, что она деньги отдала этому человеку, понимаете? Они же ни чеков не дают, ни расписок не дают, ничего. Просто на доверие взяли деньги и ушли. Что уже само по себе говорит о том, что никаких налогов они, естественно, не платят. Под их обман попадают, в принципе, разные люди. Не обязательно пенсионеры и инвалиды. Ну, просто они, как правило, не могут себя защищать. Попадают достаточно, ну, грамотные и молодые люди. Вот, допустим, ну, сказать, что Анна неграмотная, да, ну, невозможно, правильно? Мужчина, с которым мы завтра будем разговаривать, тоже невозможно сказать, что, как бы, его там, ну... Ну, их даже вот таких людей обманывают, понимаете? Просто у некоторых людей хватает, не знаю, там, смелости, либо не платить дальше. Потому что мужчина сказал, все, я платить больше не буду, теперь устраняйте ваши замечания. В итоге они устраняли, устраняли и сломали холодильник до конца. Это вот про ту историю, которую нам завтра расскажут. Просто я уже частично ее знаю, потому что человек уже все описал, саму сумму. Конечно, там Татьяна вернет, потому что я не знаю, там, вернет ли она, там, сколько, там, 45 тысяч. Ну, срок там складывался, типа, стоимость холодильника это все. Ну, как минимум, семь с половиной она должна вернуть за... 63 стоимость холодильника. Ну, я не знаю, он говорит, он как-то обосновал, почему такая сумма, вот. Он говорит, у вас есть сутки, если нет, соответственно, пеняйте на себя. Ну, он там уже готовит какую-то претензию, там, что. Я просто, я не знаю, как он собирается в суде доказывать. Потому что нету никаких актов, выполненных работ, нету никаких документов, подтверждающих, ну, это, приема денег, ну, если наличие платили. Единственное, если там на карточку перевели, ну, опять же, там, левым людям переводятся денежки. Ну, то есть, ну, мы же прекрасно знаем, как они все это делают. Ну, потому что в суде, наимене меня как защитником, я, естественно, приводил аргументы. Первый раз вижу, первый раз это то-то, 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 доказывайте. Вышли в суд, доказывайте, 56 статья ГПК, доказывайте ваши требования. А чем ты докажешь? Закон говорит о том, что если сделка совершена устно, она лишает права ссылаться на свидетельские показания. Это норма Гражданского кодекса, понимаете? И когда Чухарев усматривает между Анной и Галиновым какой-то устный договор, это бред. Потому что если такой договор существует, значит, нужно определить предмет этого договора и условия этого договора. Ничего этого не определено. Более того, Анна говорит, что никакого договора не было, ни предмета, как минимум. Не было предмета о ремонте этой платы, потому что даже не было известно, исправно она неисправна. Даже нет документа изъятия этой платы. То есть Галибов, на самом деле, знаете, мог что сказать? Да я не брал ничего. И все, иди доказывай. Рапорт. Это то, что устное обращение вашей. Это карточка личного приема. Все, на этом будем заканчивать. И подпись оригинальной карточки. Пойдет? Это нам забрать? Это нам забрать? Конечно. Я же вам даю. А, еще тогда тут еще не все. А по поводу ходатайства сюда бы вписать еще. А что именно? А чтобы вы на следующий личный прием предоставили ходатайство Николая Валерьевича, а, точнее, тогда получается, Алтуханова, Натика Паладовича. Ну, да, да. Правильно фамилию называю? Алтуханов. Ну, в общем, Натика Паладовича, о том, что он ходатайствовал перед прокуратурой. Так, ну, я сейчас пойду, сейчас дам указание. И она вам принесет все хорошо. Хорошо. Так, ну и на следующий прием вы нам идите. Я уже понял. Ну, я надеюсь, к следующему приему вы напишите в гостиницу. Субтитры сделал DimaTorzok